Сейчас мы её с вами быстренько добьём. Ну, не быстренько, нам тут есть о чём поговорить. Это конец IV и конец I века до н.э. В это время, пока греческие полисы воюют друг с другом, на севере Балканского полуострова появляется новое государство. Это Македония или Македонское государство. То есть в это время Спарта, Афины ссорятся, а тут появляется Македонское государство. И здесь нужно запомнить имя царя Филиппа II, потому что именно он смог сплотить Македонию в единое государство, и он отправляется уже дальше на Грецию. В 338 году до н.э. греки, они уже ослабленные, потерпели поражение. У города Херонея случилась битва, и, соответственно, греки и македонцы схлестнулись вместе, и, в конце концов, был заключен союз для совместного похода уже против Персии, дабы дать отпор Персии, чтобы она в очередной раз не пыталась распространять на Грецию свои сферы влияния. Но полностью реализовать это всё не получилось, потому что Филиппа II в итоге убивают. Поэтому причины поражения Греции – это Пелопонесская война, она очень сильно ослабила страну, это ослабление полисного строя, расслоение общества и подавленное междоусобной войной хозяйство. Поэтому в войне проиграли. И в результате победы над греками было создано греко-македонское единое государство в 338 году до н.э. Так, по поводу Филиппа II. Я, конечно, его уже успела похоронить, но давайте поговорим немного про его политику. Во-первых, он укрепил царскую власть. Во-вторых, он начал чеканку золотой монеты. Её называли в честь, получается, Филиппа и называли Филиппики. Филиппики, потому что Филипп II придумал, но это Филиппики такие маленькие. Он основал новые города, соответственно, установил ещё тесные торговые связи с соседями в экономическом плане, создаёт сильную профессиональную армию. И потом это привезёт к внешнеполитическому успеху, поскольку Филипп II завоевал Фессалию, Эпир, Фракию и ряд других областей на Балканах. И также происходит взаимовлияние, опять же, поскольку македонцы заимствовали достижения греков. Греческий алфавит. И что мы с вами видим? Греки заимствуют алфавит у кого? Вопрос к вам. Филиппики, да. Филиппики забавно звучит, как Дианчики. Если бы я создала свои монеты. Или как Бузова же создавала свою криптовалюту. Да, да, Рекки, точно. Да, не. Финикийцы, да, финикийцы. У финикийцев, соответственно, греки заимствовали алфавит, а македонцы у греков. И вы видите, какое такое взаимовлияние, да? Начиная от Древнего Востока, это развивается в Древней Греции, и идёт сквозь века, сквозь года. Это же очень здорово. Вот такое взаимовлияние. Это прекрасно. Следующий, после Филиппа Второго, это его сын, царь Александр Македонский, чьё имя вы 100% где-то слышали. Александр Македонский, прекрасный, выдающийся деятель. Он будет у вас в домашке. Он был учеником Аристотеля. И очень часто в детстве он сопровождал отца в походах, поэтому у него был прекрасный опыт военной в этой сфере. О нём снято очень много документальных фильмов, написано очень много статей. И это действительно интересная личность для изучения, но, к сожалению, мы уже с вами полтора часа занимаемся, поэтому надо ускоряться. Короче говоря, когда Александр Македонский, а, когда один раз Александр Македонский, короче, вместе с отцом пошёл в поход, он раздал всё своё добро, всё своё богатство друзьям. И когда его спросили друзьям, типа, а ты вообще что себе оставил? Он такой, я оставил себе надежду. Да, такой очень романтичный, лиричный герой. И вот у него тоже был такой план завоевать уже Персию, Азию, потом и весь мир. И он очень успешно в этом плане продвинулся, потому что он отправляется в поход на восток. Армия, хоть и объединённая, она была меньше, но по качеству она была значительно лучше. То есть по количеству она меньше, но по качеству она лучше, поскольку военная подготовка, дисциплина, опыт. Воевали в Пелопонесской войне ещё при Филиппе II, поэтому всё было просто замечательно. Здесь была битва при Нарике Граник, Нарике Граник, с передовым отрядом персов. Здесь у нас схлестнулся Македонский и царь уже Дарий III. В итоге Македонский побеждает и идёт в Малую Азию. Дальше битва при городе Ис. Здесь Дарий III испугался и бежал. Его персы бежали вместе с ним. Далее египтяне. Его встретили как освободителя от персидской зависимости. То есть они довольно спокойно, египтяне, Древний Восток, они спокойно его встретили и даже объявили его сыном, бога солнца Амона Ра. Это был очень такой важный титул. И он основал город Александрия в дельте реки Нил, то есть в Египте. Основал Александрию. Вау! Город в итоге потом станет центром экономической, политической, культурной жизни Средиземного моря и в этой связи будет очень и очень важен. То есть это действительно воинствующая личность. В 331 году до н.э. он участвовал в битве при Галгамеллах. Здесь персы были разбиты. И в конце концов, после походов Александра Македонского, персидская держава просто прекратила своё существование. На огромную территорию от Средиземного моря до Средней Азии и Индии образовалась держава Александра Македонского. И разумеется, это нам напоминает походы Святослава Игоревича, когда он разгромил Хазарский гаганат, который прекратил своё существование как независимое государство, который ходил и на Волжский Булгар, и на Дунайскую Болгарию, с Византией воевал. Поэтому это просто прекрасная линия сравнения. Однако в демо-версии, по-моему, именно Александра Македонского и Святослава Игоревича сравнили. Поэтому, скорее всего, на экзамене такого сравнения уже не будет. В 323 году до н.э. Александр Македонский, к сожалению, умирает, и начинается междоусобная война. Вот ещё одна аналогия, когда после смерти сильного правителя начинается междоусобица, после смерти того же Святослава Игоревича случилась междоусобица его сыновей Владимира, Ярополка и Олега. Потом, после смерти Владимира, тоже будет междоусобица Бориса Глеба, Святополка Каяны, Ярослав Мудрый, Мстислав Тмутураканский. То есть это для нас привычная практика. Уже в конце 80-х годов 3 века до н.э. на месте держава Александра Македонского образовалось три крупных государства. Это Македония, большая часть Греции, царства Селивкидов и Египет. А в дальнейшем уже римляне, о которых мы с вами на следующем бинаре будем говорить, они превратят Македонию в провинцию своей державы. То есть это будет как бы условная их часть. Поэтому греки, римляне будут очень тесно сотрудничать в конце уже своего существования. Вот. Скончался, кстати, Александр Македонский, когда ему было около 30 с лишним, с хвостиком. Он заболел лихорадкой во время военного похода, или там подготовки к военному походу. И то ли еще было бы, если бы он свои 30 с хвостиком не погиб. Вот.